Всем привет! Это Олеся в Майами. Сегодня 7 августа, пятница 2020. Хочу поговорить сегодня о студенческих визах F1 и о поступлении в языковые школы, языковые центры США по изучению английского языка. Первое, что нужно знать по F1, это студенческая виза. Она как таковая не имеет официального ограничения в возрасте. Естественно, если человек очень молодой или человек в возрасте, то могут появиться какие-то сомнения у офицера по принятию решения выдачи визы, но это будет индивидуальный подход. Сегодня поговорим о общих, так сказать, основаниях и общих правилах. Поступление в языковую школу США или в языковые центры США очень прост, то есть здесь нет как такового экзамена с какими-то баллами, то есть вы буквально выбираете школу, заполняете документы и проходите интервью, получаете визу и прилетаете сюда. Но сейчас поговорим прям степ-бай-степ, так как говорится. Первое, что вам нужно иметь, это желание и денежные средства. Если таковы имеются, вы обращаетесь к нам. Мы подбираем школу или то, чего на заведение, которое, так сказать, suitable for you, то есть будет по вашему бюджету, также место, которое будет интересно вам, то я имею в виду в географическом расположении. Кто-то любит океан, кто-то любит горы, кто-то любит снег, то есть это будет выбрано специально для вас. Выбрали учебное заведение, дальше школа, то есть мы отсылаем вам документы, чтобы вы заполнили. Вы заполняете документы, отсылаете нам обратно, отсылаете обратно с оплатой. Естественно, заполнены документы, пакет документов, которые мы вам отослали и вы еще прилагаете к всему этому выписку из своего банковского счета или из банковского счета вашего спонсора. Спонсор также заполняет письмо, там уже просто шаблон письма, там вписывается только имя и роспись, как таковая, то есть там ничего такого сложного нет. И также выписка из банковского счета спонсора, сколько он или она имеет на своем банковском счете в данное время. Дальше. Школа приступает к оформлению ваших документов и через 4-7 business days, то есть через 4-7 рабочих дня, школа выдает i20. Что такое i20? Это форма, которая нужна для подачи на студенческую визу. Не все учебные заведения могут выдать вам i20. Поэтому, если обратитесь к нам, вы, так сказать, сократите время в поиске того учебного заведения, который может выдать эту форму, который аккредитирован специально для, так сказать, хоста иностранных студентов. Выдала школа i20. Вы начинаете оплату с service fee. Service fee – это, так сказать, госпошлина для иностранных студентов. Чтобы оплатить ее вам, должны дать специальный код. Этот код будет находиться в i20. вы оплатили service fee. Начинается подача на визу. Заполняются все документы. Отсылается вам обратно. Назначается вам день и время в посольстве, в консульстве на прохождение визового интервью. А вы проходите, естественно, успешно. Я не верю в нет. Вы проходите это интервью успешно. Вы получаете визу. Прилетаете сюда. Как таковых в школах языковых нету каких-то семестров, нету каких-то определенных дней, так сказать, не то что дней, то есть месяцев, когда нужно учиться. То есть, например, сегодня пятница. Вы прилетели сегодня. Начинаете обучение уже в понедельник. Начинаете обучение уже в понедельник. Пройдя там, по-моему, полчасовой тест. A placement test называется. То есть школа дает вам небольшой тест, где вы проходите этот тест. И школа точно ставит вас в тот класс, на уровень, который вы, так сказать, претендуете. После этого вы обучаетесь в некоторых школах это восемь недель, в некоторых школах это двенадцать недель. После этого вы можете получить четырехнедельный отпуск. Vacation. То есть, как сказать, каникулы. Что вы можете делать в каникулы? Вы можете путешествовать, можете вообще ничего не делать. Или, возможно, например, школа вам может предоставить какую-то работу. Если достаточно большая школа, у них есть рабочие места, как, например, в библиотеке. Или еще в каком-либо месте на территории школы, на территории кампуса. Они могут вам дать какие-то часы поработать. Вы можете поработать, даже заработать денег. Конечно, деньги там не такие большие, но все равно у вас будет уже какой-то опыт работы в американской компании, в школе как таковой. Продолжение следует. Продолжение следует.